Ольга Евгеньевна, здравствуйте. Добрый день. Ольга Евгеньевна, ну вот такие дела с вербовкой. Известно уже, что за заключенных взялись теперь не только ЧВК Вагнера, но и представители Минобороны России. Скажите, как прокомментируете эти все действия? Неужели у Минобороны получится лучше, чем у Пригожина? Дело не в том, лучше или хуже. Дело в том, что Пригожина явно с этого наемнического рынка подвигают. И дело в его нескольких провалах. Действительно, провал по вербовке был в декабре, очень серьезный. Он был связан с публикацией внесудебных казней, вот этих вот чудовищных кувалт. Ну и вообще мы очень много видим сейчас самого разного вида внесудебных казней. Мы вот видели совсем недавно с украинского коптера была снята расправа у нескольких заключенных над своим командиром. Все это таки аналитет, правда жизни. Плюс ко всему мы все чаще и чаще получаем сообщения с фронта, как происходят атаки у Вагнера. А именно они сначала пускают трех-четырех бойцов, но из бывших заключенных, которые идут просто в полный рост. И они то ли под чем-то воздействием, но скорее всего это как раз люди, которые были осуждены на смерть. Но было решено, чтобы их, собственно, покосило во время атаки. Но они зачем идут? Тем самым они ценой своей жизни обнаруживают украинскую точку, откуда ведется огонь. И тогда уже начинается атака. Поэтому по-всякому происходят эти самые казни. И, конечно, заключенные получают об этом всю информацию. Мне предложили много сделать для того, чтобы эту информацию распространить, потому что у него осенью пошли просто бегства и сдача в плен в огромном количестве. Ольга Евгеньевна, если говорить еще о Минобороне, расскажите, как происходит их вербовка заключенных в тюрьмах? Происходит это так. Сначала происходит подготовка заключенных. То есть они все анкетируются. Они заполняют анкету, кто где служил в армии, служил ли вообще. Если не служил, то обладают ли какими-то еще навыками. Ну, какая-нибудь борьба, я не знаю, или умеют ножичком орудовать, что-то в этом духе. Потом происходит отбор этих анкет. И всем этим занимаются сотрудники пензенциарного ведомства. И уже несколько десятков одобранных анкет уже заключенные заполняют более подробно. То есть это явно вот те, кто попал в какой-то первый отбор. Потом приезжают представители Министерства обороны. Вот они в минувшие выходные, почему-то выходные, побывали в очень многих колониях страны. Собирают заключенных всех. Всех, кроме инвалидов. Собирают всех в клубе. И выступает этот представитель. Но он говорит обычное бла-бла-бла-бла-бла про то, как украинцы напали на прекрасную, несчастную, свободную и замечательную Россию. Это все понятно. А потом рассказывает про то, что, подчеркивая все время, что мы не Вагнер, мы Министерство обороны, подчеркивает, что он сейчас забирает, готовит к этапу для подготовки отправки на фронт лучших из лучших, вот тех самых, которые были дважды проанкетированы. И что это происходит совершенно добровольно. Можно отказаться. Но он все время говорит пока. Пока можно отказаться. И не скрывай, что он вернется еще, еще, еще раз. А что обещают взамен? Ничего не говорят про деньги. По крайней мере, нам ничего про это не известно. Мы получили сообщение из нескольких зон. Ничего про деньги не упоминается. Но обещают помилование. И это предложение по сравнению с предложением вагнеровцев выглядит более привлекательно. Потому что деньги заключенных интересуют меньше, чем свобода. Деньги получают родственники на свободе. Как ими распоряжаются заключенные, это повлиять не могут, во-первых. А во-вторых, большинство родственников нет вообще. Им просто некуда эти деньги посылать. Свобода интересует. И как бы это гарантия от государства, хотя, в общем, Пригожин тоже это гарантирует. Но и плюс ко всему, плюс ко всему, наверное, и самое главное, от Министерства обороны не ждут, по крайней мере, пока, вне судебных казней. И это, конечно, привлекает гораздо больше. То есть это другой способ выбраться из тюрьмы, да так, что тебя не смогли бы в любую секунду пристрелить. Ну, пока это выглядит, по крайней мере, так. Ну, и уж, наверное, не будут убивать кувалдой. И в отличие еще от ЧВК «Вагнер», где идет наемничество, а наемничество по-прежнему запрещено в России законом, и Пригожин не смог протащить никакой законопроект, никакие поправки в российский парламент по этому поводу. Министерство обороны протащило свои поправки. И если раньше, до осени прошлого года, людям с действующей судимостью нельзя было служить в вооруженных силах России, то теперь можно. А действующая судимость, она, собственно, она, действующая судимость, когда сидишь в тюрьме, или когда ты вышел из тюрьмы под надзор, тебя тоже действующая судимость. Здесь, с точки зрения закона, собственно, об армии, разницы большой нет. Ольга Евгеньевна, вот мы уже неоднократно с вами обсуждали, что вооруженные силы Украины ликвидировали порядка 80% завербованных заключенных, да, это и убитыми, и ранеными, и пропавшими без вести, кто-то в плену находится. Скажите, а вот в целом, насколько, если так можно сказать, конечно, колонии России богаты ресурсом для армии оккупантов? Как долго и как много еще могут вербовать и Министерство обороны, и ЧВК Вагнера? Если еще останется... Богатые, богатые. К сожалению, богатые. На сегодняшний день завербовали 50 тысяч. Резерв еще есть 1150-200. Вот он смело есть. Если посмотреть на те числа, то количество, которое требует Путин, и те оценки, которые есть, конечно, этого недостаточно. Но, тем не менее, богатые. Плюс ко всему, все-таки периодически приходят новые неожиданные поступления в российские тюрьмы, например, 2500 херсонских заключенных. Надо сказать, что пока мы не знаем, мы очень внимательно за ними следим, мы не знаем ни одного случая о принятии ими предложения об ускоренном получении российского гражданства, но, к сожалению, к сожалению, в Вагнер берут и без паспорта, и без гражданства. Но пока не трогают. Пока не трогают. То есть, есть такое ощущение, что их зачем-то забрали, просто похитили с Украины, заключенных зачем-то. И был какой-то план. Но, как обычно, что-то пошло не так, и теперь с ними не знают, что делать. Ольга Евгеньевна, мы на секундочку прервемся. Останьтесь с нами, пожалуйста, на связи. Мы буквально вместе с вами являемся свидетелями событий, которые важны сегодня для нашей страны. Владимир Зеленский сейчас прибыл в Букингемский дворец для встречи с королем Чарльзом. 45 минут назад у него закончилось выступление в парламенте Британии. Речь его длилась на протяжении получаса. Он говорил о том, что добро обязательно победить зло, и каждый диктатор поймет, что за все его действия последует наказание. Мы следим за этой темой, за этой встречей. О результатах встречи Владимира Зеленского с британским монархом будем рассказывать далее в нашем эфире. Просто очень важные кадры. Ольга Евгеньевна, ну вот и еще, если говорить о заключенных, прекрасные истории появляются сейчас в сетях. Журналисты российские пишут о том, что один из заключенных в башкоростанской колонии строгого режима номер 16 связался с ними, рассказал, как вербойщики из ЧВК Вагнера посещали их колонию. Первый раз осенью на обещанные выплаты и досрочное освобождение тогда повелись 300 человек. А вот и еще один интересный момент, который отмечают журналисты. В аэропорту в Уфе из военно-транспортного самолета, который прилетел из Украины, сначала перед ними выгрузили 200 гробов, а потом уже через несколько минут загрузили всех этих военных. Это ведь тоже показательно все. И некоторые разбегались, пытались спастись. И четверо, да, четверо побежали. Мы знаем эту историю. Четверо побежали, их расстреляли на месте. Четверо заключенных, выйдя в гробы, побежали. Это действительно очень характерно. И вы знаете, сегодня тоже появилось сообщение со ссылкой на уральскую правозащитницу правозащитницу Яну Геймель, что заключенных начали вербовать под угрозой ШИЗО, под угрозой пыток, а самое главное, под угрозой достать их уголовные дела и прибавить туда эпизодов. И добавить туда срока. И вот, знаете, что меня во всех этих историях очень сильно смущает, очень сильно смущает, что когда ты начинаешь исследовать и начинаешь копать вот эту недобровольность, когда приезжает, в конце концов, добиваются адвокаты, когда мы добиваемся человека, когда он уже, в общем, на линии фронта, и говорят, ну все, давай, 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 давай ты будешь бороться. И он говорит, не, я добровольна, все нормально, все в порядке. То есть даже, если у него стоят там с пистолетом у виска, так более или менее понятно, ну не родственники, на самом деле, никто не хочет сказать, что я, Иванов Иван Иванович, да, я готов там бороться за свои права, не ходить в Украину, пусть я лучше, вот уже пугаюсь, что тут еще 20 лет дополнительных. Ах, мне страшно, у меня лапки, я, пожалуй, пойду воевать. Это вообще очень трудно объяснить. Знаете, я видела очень хороший, свежий мемасик, известный, он такой, явно украинцы рисовали, на известный, на известный слоган, на известный мемчик «Я не могу, у меня лапки», там был нарисован, ну не нарисован из русских сказок кадр, когда сидит там старичок в лапте, на пенечке, и написано «Я не могу, у меня лапки». Ну вот как? Тысяча сообщений о недобровольности, тысяча сообщений о недобровольности, хоть один, хоть один человек сказал бы, «Я готов биться за свои права». Ни одного, ни одного. Да, правозащитники не в силах защитить сейчас, правозащитники не в силах, адвоката не в силах защитить, но появляется шанс, но появляется большой шанс, и он уж гораздо больше, чем ты идешь на Украину и погибаешь, ты еще становишься военным преступником, или тебя сажают еще там на 20 лет, или сколько-то там. У тебя просто появляется шанс. Беги или сделай это. Будь в конце концов, ну будь человеком. Вот я смотрю сейчас на Букингеновский дворец, и я чувствую, я чувствую вот через экран, я ваше чувство понимаю, вот как это круто, гордиться собственным президентом. Вот как это круто. Как это круто гордиться, и понимаешь, что такое достоинство. Наши все проблемы начались с того, что мы потеряли чувство человеческого достоинства. С нами можно сделать все, что угодно. А с вами нет. Ольга Евгеньевна, и вот хочется продолжить этот разговор также больше хочется узнать о настроениях все же. разноречивая появляется информация о том, что вот вы говорите, кто-то идет и добровольно, кто-то и отказывается. Все же, какая информация сейчас ширится по российским колониям? Люди ждут прихода вот этих вербовщиков, или все же боятся их? И ждут и боятся по-разному. Пятьдесят на пятьдесят. Ну, в принципе, даже я бы сказала, смешанное чувство в одном флаконе. То есть я должен сделать в своей жизни решительный выбор, решительный шаг, но скорее да, чем нет. Пока все-таки, ну, вот без иллюзий, без иллюзий. Заключенные пока в основном идут добровольно. Мы можем говорить о том, что забирают не самым добровольным образом, знаете, как мешок картошки. Забирают, например, бывших гастарбайтеров, это иностранцы с другими паспортами. И к нам обращаются родители. Мы вчера очень много говорили с правозащитниками, которые занимаются иммигрантами из Средней Азии. И с родителями, и с корреспондентами иностранными, там, BBC, CNN, там, все на свете. Вот мы с ними разговариваем. Уже скажи, скажи, мы знаем твою фамилию, дай нам разрешение назвать. И хотя бы мир услышат. Нет. Вот это страх перед начальством, который сильнее страха смерти. Скажите, а к вам обращаются в Русь сидящую, звонят все же, может быть, как-то тайно, пытаясь выяснить информацию, как отказаться от этой вербовки, как не попасть на этот фронт? Да, и звонят, и пишут, и у нас висит на сайте подробная инструкция, как надо действовать в тех или иных обстоятельствах, в той или иной ситуации. И, конечно же, противостоять этому надо. И есть у нас десятки, уже под сотню случаев успеха, когда и родственники добивались, или когда сам человек этого добивался. Да, надо пройти через какие-то испытания, да, надо пройти через то, что ты настаиваешь на своем мнении, и тебя не пугает, я не знаю, там, 20 дней в ШИЗО. Ну, 20 дней в ШИЗО, да, это серьезная вещь, конечно, мне хорошо тут говорить в мягком кресле, что ничего страшного, посиди в ШИЗО, нет, на самом деле, это очень неприятно, я понимаю. Просто точно ШИЗО, это лучше, чем идти на войну. Если уж делать выбор, ну, надо биться за этот выбор. А то вот это вот, я не знаю, может туда, может сюда, ну, это, это, безусловно, какая-то, она вот не выученная беспомощность, это врожденная какая-то беспомощность. Пока можно, пока это не условия мобилизации, когда тебе хватает на улице, это пока не то, что происходит в Ордло. Мы с вами видим интервью с заключенными, я сама разговаривала с одним из заключенных, который просто, ну, студент, 18-летний, Донецкого университета, его просто с лекции взяли. И, ну, да, куда ему деваться? Да, ему, действительно, я не могла придумать, поставить себя на его место, я не смогла придумать, куда бы я делась. Он сдался в плен сразу же, и я склонна верить. Я очень хочу верить в то, что он никого не убил перед этим. Очень хочу в это верить. От этого зависит, конечно, его судьба, его вся дальнейшая жизнь. Но когда вот, вот, когда люди из России не могут этому противостоять, ну, хорошо, ты не можешь выйти на протест, ты боишься, что посадят, там, твоих детей, там, куда-то заберут, там, не знаю, там, что-то сделают. Ну, уезжай, ну, прячься в леса. Особенно, когда границы еще открыты. А про леса вы вспомнили, жители села в Карелии ушли по ягодам, когда началась мобилизация в сентябре месяц. Тоже вариант? Прекрасный выход, прекрасный выход. Ах, у меня нет денег, ах, у меня нет паспорта, а у меня документы, а нет работы. Все у тебя есть. Самое главное, что у тебя есть жизнь. А больше всего у меня, знаете, поражает. Я тут тоже с одним разговаривала, мобилизованным, из Турской области, из деревни. Вот тоже нет паспорта, нет денег, не могу убежать, а что я там буду делать? А что, я всю жизнь потом буду бегать? Я говорю, послушай, а ты что думаешь, что Путин будет на всю твою жизнь? И вдруг вот чего-то щелкнуло. То есть, почему-то люди считают, что 25-летний молодой парень, уезжай, я всю жизнь буду бегать. Нет, это скоро кончится, это скоро кончится. Ольга, но он всю жизнь свою прожил с Путиным, он-то другого и не видел. В этом огромная беда. Вот эти вот пацаны, они-то и другого, так сказать, царя и не видели, и не могут представить свою жизнь. В это страшно разумному человеку поверить, но они, наверное, просто альтернативы не видели и вообще не понимают, что она может быть.